Привет! В этом видеоуроке мы поговорим на тему области действия или же видимости переменных и констант VBA. Говоря простым языком, мы узнаем, как объявить переменную всего один раз так, чтобы, например, любая процедура в рабочей книге имела к ней доступ. Давай приступим. Итак, в VBA есть три следующих уровня видимости объявляемых переменных в рамках одной рабочей книги. Это Procedure Level, переменные уровня процедуры или также называемые локальными переменными. Private Module Level, переменные уровня модуля закрытые и Public Module Level. Это переменные уровня модуля открытые. Проще всего понять эти три определения будет при помощи визуализации. Для этого мы откроем вот таким вот образом два модуля и отобразим, какие уровни видимости затрагивают какие области действия переменных. То есть у нас есть проект. Это в данном смысле самый большой уровень видимости. Если мы объявляем открытую переменную Public Module Level, то есть проектного уровня видимости, то данная переменная будет доступна к использованию во всех процедурах всех модулей этого проекта. Идем дальше. Закрытые переменные уровня модуля, то есть вот здесь. Как мы знаем, в одной рабочей книге в нашем проекте может иметься много модулей. В качестве примера здесь мы открыли две штуки. Так вот, закрытые переменные уровня модуля могут использоваться в любой процедуре, которая находится внутри модуля, где переменная была объявлена. Окей. И в конце концов, внутри наших модулей мы уже пишем нужное нам количество процедур. Переменные, которые объявляются внутри процедуры, являются теми самыми локальными переменными. Это наименьший уровень видимости переменной, и такие переменные за рамки одной процедуры не выходят. Итак, общий обзор мы сделали, и теперь возникает вопрос, каким же образом и когда задается уровень видимости переменных. Уровень видимости переменной зависит от того, с помощью какой фразы мы ее объявляем, dim, private или public, а также от места объявления этой переменной. Так, сами того не подозревая, объявляя переменные внутри процедур при помощи фразы dim, мы создавали локальные переменные, и как уже было сказано, подобные переменные видны исключительно в той процедуре, где они были объявлены. Давайте теперь пошагово, более подробно и наглядно рассмотрим каждый уровень видимости, начиная с наименьшего и двигаясь к наибольшему. Для этого создадим две следующие процедуры внутри нашего первого модуля. И объявим обычную переменную в первой процедуре при помощи фразы dim. И мы с тобой договаривались то, что всегда будем работать с оператором option explicit. Это значит то, что переменные всегда должны быть обязательно объявлены, для того, чтобы использовать их в дальнейшем. Именно это мы сейчас и используем, для того, чтобы проверить, где сейчас наша объявленная переменная видимо и доступна к использованию. Для этого мы уже знаем функцию intelligence. Давай зайдем во второй модуль. И попробуем начать писать название нашей переменной. Теперь нажмем control пробел. И у нас не выводится название нашей переменной, указанной в первом модуле. Все это потому, что поскольку мы объявили ее в первом модуле при помощи фразы dim, она становится локальной переменной. Следовательно, видна лишь в нашей вот этой вот первой процедуре. Это тот самый наименьший уровень видимости переменной. Чтобы точно наглядно убедиться то, что данная переменная у нас не видна во второй процедуре, давай попробуем написать в отношении нее какую-нибудь команду. Как можешь заметить, мы сейчас попробовали вывести в диалоговом окне значение, которое сохраняется в данной переменной. Но, как было сказано, оно у нас сохраняется в первой процедуре, ведь это локальная переменная. Именно поэтому мы и получаем, собственно, эту ошибку. Ну и в любой процедуре второго модуля данная переменная, тем более, не будет видна, если ее не видно даже во второй процедуре того же самого первого модуля. Давай проверим это. Во-первых, опять-таки, при помощи IntelliSense видно то, что у нас даже нет подсказок для данной переменной. Но мы, тем не менее, впишем. Попробуем запустить. И та же самая ошибка. Окей, удалим данные строки в нашем коде. Еще одно небольшое важное замечание. Давай добавим эту переменную в WatchWindow. И позапускаем данную процедуру. Посмотрим, как сохраняются значения в нашу переменную. Для этого я допишу здесь еще одну строку кода. Попробуем посмотреть при помощи IntelliSense. И у нас, видишь, сразу дописывается наша переменная. Теперь пошагово прогоним данную процедуру. Запускаем. Пока, как можешь заметить, в WatchWindow видно то, что данная переменная не имеет никакого значения. Делаем следующий шаг. У нас сохраняется значение. ImmediateWindow для дебагинга у нас не открыто, но это просто, на самом деле, для наглядности. Перешагиваем данный шаг, то есть нажимаем F8. И у нас заканчивается наша процедура. Как только наша процедура была закончена, значение из нашей переменной удаляется. Давай попробуем пройти еще раз данную процедуру. Запускаем. Видишь, вначале она опять ничему не равна. И точно так же. Процедура заканчивается. Сразу же значения из нашей переменной очищаются. И сделаем небольшой вывод. Локальные переменные – это переменные, доступные лишь внутри той процедуры, где они были объявлены. И объявляются они при помощи фразы dim. При этом значения из подобных переменных очищаются по окончании процедуры. Теперь давай создадим переменную с более высоким уровнем видимости. Закрытая переменная уровня модуля. То есть переменная, которая может использоваться в любой процедуре модуля, в котором она была объявлена. Для объявления подобных переменных VBA в каждом модуле есть Declaration Section. Это верхняя часть модуля перед первой процедурой. И именно там мы и объявляем переменную точно так же, как и привычный нам локальный. Вот здесь у нас уже был подобный пример. И давай его используем. То есть смотри, точно так же, как и внутри нашей обычной процедуры, мы пишем dim, указываем название нашей новой переменной и указываем ее тип. При этом фраза dim в Declaration Section, это то есть вот эта вот часть, как было сказано, для компьютера означает то же самое, что и фраза private. Поэтому эти два выражения идентичны. То есть у нас вот эта команда объявления переменной аналогична и одинакова для компьютера вот с этой командой. И тем не менее, более предпочтительным вариантом объявления переменных является именно вот этот, поскольку он более эксплицитный. То есть данная переменная у нас будет доступна для тех процедур, которые находятся в одном и том же модуле, где была объявлена переменная. То есть для вот этих вот двух. Для двух процедур из второго же модуля она не будет видимой. Как мы можем с тобой в этом убедиться? Давай сделаем следующее. В нашей первой процедуре первого модуля, опять-таки при помощи IntelliSense, проверим, будет ли нам подсказываться вот это вот private module level variable. Я нажал control пробел, и у нас автоматически было дописано название нашей переменной. То же самое произойдет и в нашей второй процедуре. Нажимаем control пробел, и имя нашей переменной было дописано. Попробуем проделать то же самое в нашем втором модуле. Нажимаем control пробел, и у нас не находится данная переменная, поскольку она действует лишь в первом модуле, то есть вот в этой области. И в работе с переменами этого уровня видимости мы можем задавать им значение в одной процедуре, и выводить его во второй процедуре того же модуля. Давай проверим. Пошагово идем, и вот здесь у нас сохраняется значение в нашу процедуру. Теперь значение у нас данной переменной, как видишь, а, окей. И теперь попробуем запустить данную процедуру так же пошагово. У нас выводится значение, которое было задано в первой процедуре. Окей, нажимаем stop. Итак, вот мы и подобрались к самому высокому уровню видимости. Открытая переменная уровня модуля. То есть переменная, видимая в любой процедуре нашей рабочей книги, неважно в каком модуле она была объявлена. Она объявляется так же, как и закрытая переменная, то есть в declaration section, но с помощью фразы public. Именно поэтому я, кстати, говорил то, что вот такой вот метод объявления закрытой переменной уровня модуля более предпочтителен, так как у нас есть второй вариант переменной уровня модуля – public. То есть здесь мы более эксплицитно говорим, какой у нас вариант нашей переменной по сравнению вот с этим методом. Итак, то есть переменную, которая может использоваться во всех процедурах вообще, мы объявляем именно вот таким образом. Пишем public, затем имя нашей переменной и определяем ее тип. В таком случае она у нас становится открытой переменной уровня модуля. Что это значит? То, что мы ее можем обрабатывать и выводить везде во всех процедурах. В качестве примера давай еще раз проделаем пример вот с этой сперва переменной, которая у нас закрытая. Пропишем private, вернее попробуем module, нажимаем control, пробел. У нас ничего не выводится, зато уже мы видим подсказку public module level variable. То есть смотри, теперь попробуем ее написать public module level variable. И она у нас сразу выводится. Почему? Потому что она открыта для всех процедур во всех модулях данной рабочей книги. Давай попробуем здесь ей задать значение. Итак, объявляем данную переменную в первом модуле. Задаем ей значение также в первом модуле. И теперь попробуем вывести во втором модуле, во второй процедуре. И у нас значение сохраненное выводится. Ок. Теперь также быстро обсудим константы. Константы фактически являются теми же самыми переменными с единственным отличием. Они не меняют своих значений, то есть постоянные. И объявляются они немного по-другому. Мы объявим вот в этой процедуре константу. Для этого пишем фразу const. То есть точно так же, как и с переменной, в принципе, только пишем фразу const. Затем задаем имя нашей переменной и определяем ее тип. И в отличие от переменной, мы обязаны сразу же здесь задать значение нашей константе. Вот таким вот образом. Константы точно так же могут быть локальными, а также закрытыми или открытыми уровня модуля. И здесь все аналогично с переменными. Смотри, здесь мы сейчас объявили локальную константу. Попробуем ее вывести в диалоговом окне во второй процедуре того же модуля. Запускаем. И нам говорится то, что данная перемена не определена. Почему? Потому что она у нас локальная. Ок. Пока что ее удалим. И теперь объявим закрытую константу уровня модуля. То есть в нашем declaration sections. Это точно так же должно быть сделано. Точно так же пишем const. И у нас константы всегда по умолчанию являются private. То есть закрытыми в рамках вот этого одного модуля. И точно так же объявляем тип и задаем значение. Давай при помощи IntelliSense проверим теперь данную закрытую в модуле константу. Private. И она у нас автоматически дописывается. Запустим данную процедуру. И у нас выводится нужное нам значение. Проделаем то же самое в первой процедуре. And private. Она у нас автоматически дописывается с помощью IntelliSense. Запускаем. Точно так же все отлично выводится. Попробуем теперь вывести во второй процедуре первого модуля. Попробуем воспользоваться IntelliSense. У нас ничего не выводится. Поэтому допишем вот таким вот образом вручную. Попробуем запустить. И у нас выводится уже знакомая нам ошибка. И как уже и было сказано, константу мы можем сделать так же, как и переменную, открытой для всех процедур в рабочей книге. И делается это следующим образом. Давай опять-таки здесь создадим в этот раз открытую для всех процедур константу. Для этого пишем public, затем cons. Задаем имя. As integer equals. Пусть будет 20. Обратимся теперь к ней в нашей первой процедуре. Public const. И она у нас автоматически дописывается при помощи IntelliSense. Попробуем запустить. И все отлично выводится. И я на самом деле являюсь не сторонником использования публичных переменных. Но вот использовать публичные константы может быть очень и очень практично. Один из подобных практичных примеров использования публичных констант был приведен в предыдущем уроке на тему input box. Поэтому можешь посмотреть данное видео, чтобы увидеть пример. Коротко говоря, там мы объявляли константы для параметра input box type. Окей, и пожалуй последнее, что я еще хотел бы обсудить, это фраза static. Она фактически не относится к теме области действий переменных, но поскольку часто пересекается, например, в форумах тем или иным образом с этой темой, ее также стоит коротко обсудить. Помнишь, мы видели, как значения локальных переменных сразу сбрасываются после окончания процедуры? Мы это проверяли в нашем watch window. Так вот, при помощи фразы static мы можем продлевать срок жизни значений в нашей переменной до закрытия программы. Давай проверим. Для этого я бы очистил, например, вот эту вот процедуру. И смотри, что мы сделаем. И объявим вторую. Только ее мы объявим при помощи фразы static. То есть, заместо dim пишем наше слово static. Точно так же задаем имя нашей переменной. И для наглядности проверять будем следующим образом. Пропишем следующий код. То есть, каждый раз данная процедура будет повышать значения в нашей переменной на одну единицу. И затем выводить данную процедуру в диалоговом окне. Давай запустим. Единица. Запустим еще раз. Единица. Почему это происходит? Пошагово пробежимся. Единица. Вывели. И по окончании процедуры у нас скидывается наше значение. Еще раз. Снова 0. Единица задается. Выводится. Снова скидывается на 0. Теперь то же самое проделаем с нашей второй переменной, которая является статичной. Скопируем данное название и заменим его вот в этой части кода. Как и было сказано, раза static позволяет нам сохранять значения в переменной до того момента, пока вообще программа, то есть Excel, у нас не будет закрыта. Проверим. И смотрим в Watch Window. Сперва у нас 0. Подняли значение на одну единицу и выводим сообщение. Теперь пройдем еще раз второй раз данную процедуру. И только мы ее начали, у нас уже сохраненное в предыдущий раз значение. Следовательно, теперь значение будет повышено на одну единицу и у нас выводится двойка. И, соответственно, в диалоговом окне двойка. И так каждый раз, видишь, будет повышаться значение нашей статичной переменной. Оно не скидывается между каждым новым запуском нашей процедуры. Окей, спасибо тебе за просмотр этого видео. Если оно было для тебя интересным и полезным, то я был бы рад, если бы ты поставил лайк и подписался на мой канал, чтобы его поддержать. В остальном же хорошего дня и увидимся с тобой в следующем видео. Пока.